Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, что будет. Много еще посетителей-то нету, Натя? Посетителей, говорю, много? Здравствуйте, можно? Собак кормил? Здравствуйте, извините, можно? Поил, кормил, гулял с собаками? На прием. Гулял, все нормально чувствуете? По записи можно? Ага, ладно, все, давай. Садитесь. Спасибо большое, я к вам по рекомендации от Бенедикта Петровича Вяльцева-Горлохватова. Он сказал, можно к вам. Это кто? Двоюродный дядя моего брата по линии папиного Шурина, свояченицы тети Дусиного зятя, куминого кума сестры-мать. Вот ты приезжай ко мне один, правильно? Зачем мне про родню столько слышать? У меня и так голова загружена бог знаетщим. Зачем мне про родню столько слышать? Вы же знаете, с какими работают, где чего. Вы сказали от кого, я сразу про дядю. Он же меня к вам направил, у нас у вас был, и говорит, иди, иди, племянник. Потому что это всей семьей можно сходить. Вообще-то, когда я говорю, я не люблю, когда со мной говорят параллельно. Параллельно ненавижу, когда говорят со мной. Так, ну что ваши проблемы? Дядя был у вас и сказал, что вы очень хорошо. Я сказал, не надо про дядю про родню сил, больше не слышать. У вас какие проблемы ко мне? Какие проблемы? Что вас беспокоит? Что? Я без дяди не могу начать. Ну давайте про дядю. Дядя был у вас. Он, вы ему гадали, и ему очень все... Это Рыжий, Сусаный? Да, ему понравилось, только он пришел домой в одних носках. Про идеаловне, проиграл. И сказал, что очень дорого. Деньги принесли от дяди? Нет. А зачем про дядю говорить? А мы с ним вообще в разных районах. А может вам съездить, а? Куда-нибудь? Куда? По физиономии? Да, шучу. 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 Ну так давайте, ваши проблемы. Мне хотелось бы знать, чтобы вы сказали, что меня ждет раньше, или когда в следующем сезоне, или как вот что было, и рассказать все мне, чтобы я знал, как мне дальше. А то я уже совсем потерялся. Очень много говорите. Очень много говорите, говорите очень много. А-а-а! Что? Скажите правду. Федор, ты посмотри, я утюг выключил, нет? Выключил? Спасибо. Я уже думал, вы... Про мой диагноз, и... Ох, ну ладно. Могли бы... Да могла, могла. Ну, встали утром, вы рано, правильно? Правильно. Ну, карты не брут. Позавтракали, правильно? Было. Сели в общественный транспорт и доехали ко мне, на, 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 на. На, трамваи. Правильно. А неужели там даже... Номер, номер трамвая. То ли 23, то ли... В глаза. Номер трамвая. Проходящий, не запомнил. Номер трамвая. 27. 15 у меня. Значит... Карта не брут. Неужели такая точно? А скажите, пожалуйста, интимно можно? Да, давай. А вот как у меня на любовном фронте? А на любовном фронте, тетя милая, по лицу я вижу, что у тебя тишина. А вот это неправда, неправда. Вот здесь карты ваши не совпали. Тишина не может... Теща орёт, жена орёт, дети орут, соседи орут. Дурдом просто. Тишины не может быть. Я говорю, тишина у вас с супругой. Правильно? Ну, тишина ведь. В смысле... Ну, в смысле тишина. Даже бывает иногда затишье, правда? Глаза посмотрите мне. Даже вообще вот так бывает, что... В понеделю затишье, правда? И месяцок бывает, правильно? Было. Было. И карты не врут. Ну, что скажи, жена вам изменяет? С кем? Не знаю. И где? Я должен знать, потому что... На работе, на работе, на работе. Как на работе? У них же женский коллектив, она в столовой работает. Думайте, думайте. Там одни бабы. Ну, думай, думай, думай. Думай. С кем там? С кем? Неужели с едоками? С едоками. У них еще Федор сутки через трое на раздаке. Вот он, вот он, вот он, Федор, вот он. Вот он, Федор. Собака. Ну, ладно, ладно, ладно. Отчем? И в тюрьму тебя посадят. Зачем тебе это надо? Откуда вы знаете? Откуда? Карты не врут. Зачем тебе это надо? И вот и... По твоей Анастасии я все это вижу. Как? Анастасия, ее зовут Лиза. Это для тебя, Лиза. По космосу Анастасия. Так, Буби Туз, Буби Валет, Буби Дами, Буби Король. О чем это говорит? Не знаю. Это говорит о том, что вы плохо колоду потусовали. Говорите много. Вы меня, конечно, извините, но можно еще один вопрос? Что на работе? А на работе у нас, милый мой человек, беда. Либо вас выгонят, либо сократят. Вот с картами врут. И что мне делать? Рассчитаться. Как? Как я могу с ними рассчитаться? Вы смеетесь. Хорошо вам говорить? Как я могу с ними? Очень много говорите. Не с ними, а со мной. А, ну да, конечно. Давайте. Конечно. А сколько я вам должен? Ну, как рука ляжет. Сколько? Как рука ляжет? Как совесть позволит? Сто. Рубли? Долларов. Я никогда не видел таких денег. Дядя мне сказал, что можно рублями. Федор. Я не знал. Федор, не выпускай. Штефора подпусти. Да, семь штук хватит. Как семь штук? Семь штук штефора. Собачек. Семь? Семь? На завтрак тебе. Да, отпускай, отпускай. Ни в кого не увидим. Да. Извините, я же... Может, у меня просто больше нет. Я все готов отдать, что есть. Понимаете? У меня здесь, собственно, только турбулентный генератор для ламинарных потоков струй, значит, ускорителя, магнитного ускорителя подводной лодки. Сегодня монтаж. Мне сказали забрать со склада и довести. А больше-то у меня, понимаете, я же все готов. Работает она? Конечно. Завтра запуск турбулентных... Сколько она стоит? Ну, по смете недорого, долларов 200-300, не больше. Ну, ладно, оставь. Завтра придешь, принесешь 500 и заработает наш корабль. Иди с Богом. Федор, Федь, Федь, ну, выпускай. Меня выгонят с работы. Идите. Идите. Выпускай, Федь. Да. Давай, давай, давай. А дядя говорил, что вы просто можете танковать. Спасибо. Спасибо.